Добрый день, друзья! Я вам расскажу в этом мастер-классе пошаговый план ремонта за 3 месяца, если не хватает времени, знаний или денег. Поехали! Краткое содержание моего доклада. Первое. Сначала мы вспомним, как обычно протекает ремонт и к чему это приводит, какие возникают ошибки, какие переделки, с какими подводными камнями сталкиваются новоселы. Далее я вам расскажу 7 простых шагов для того, чтобы сделать свой ремонт легким, для того, чтобы получить идеальное качество за оптимальные деньги. Потом я вам расскажу, как можно снять с себя основные ремонтные хлопоты и в конце уже вы получите бонус. Вы узнаете, как реально сократить свои ремонтные расходы до двух раз. Сначала давайте познакомимся. Меня зовут Азат Губайдулин. Я совладелец дизайн-бюро полного цикла. Мы с супругой занимаемся бизнесом. Супруга у меня дизайнер интерьера, а я отвечаю за техническую часть, за воплощение дизайн-проектов. Несколько лет назад она меня позвала к себе в помощники. Я сначала набрал свою бригаду, потом я уже вел несколько объектов одновременно, был прорабом. И вы знаете, специфика дизайна в том, что наши заказчики очень требовательные. То есть у меня требовали идеальные качества, и поэтому я научился требовать то же самое со своих рабочих, и я вижу косяки там, где их никто не видит. После этого я открыл онлайн-школу ремонта, где начал обучать молодых дизайнеров интерьера, как воплощать свои дизайнерские идеи в жизнь без искажений, один в один. В настоящее время я веду авторский блог, пишу статьи на тему ремонта в сервисе Яндекс.Дзен. Присоединяйтесь к этому каналу, получите много полезной информации. Итак, как обычно бывает. Сначала новоселы ищут, конечно, какие-то дизайнерские идеи в интернете, чтобы потом воплотить их в своей квартире. Следом, в первую очередь, человек озабочен тем, чтобы найти надежную бригаду или мастеров. Он опрашивает всех знакомых, друзей и хочет найти проверенного мастера по рекомендации. После того, как он встречается с этим мастером, идет обсуждение своего проекта, скажем так. То есть, новоселы вместе с мастером обсуждают, как сделать ремонт. После этого уже начинается ремонт, хотя никаких четких конкретных планов пока еще нет. По ходу ремонта закупаются декоративно-отделочные материалы и в этот момент у нас начинаются переделки. Переделки бывают потому, что неправильно подготовлено основание, переделки из-за того, что нарушена очередность работ, потом вдруг выясняется, что не хватает денег и таким образом ремонт может затянуться до бесконечности. Время течет, затраты растут, а ремонт все так и не заканчивается. И тут посмотрите, какие самые главные вопросы одолевают новоселы, от которых глава идет кругом. Первый вопрос, когда мы находим дизайн интерьера, который нам понравился, как адаптировать, как перенести вот эти дизайнерские идеи в нашу квартиру так, чтобы это было так же красиво и гармонично. Тут же возникают вопросы, естественно, с планировкой, потому что у нас есть своя планировка квартиры, а то, что мы видим на экране компьютера, это совершенно другое. Второй очень важный вопрос, смогу ли я эти свои дизайнерские идеи воплотить, хватит ли у меня денег. Потому что, когда человек начинает ремонт, за исключением людей обеспеченных, которые имеют уже такую финансовую подушку, большинство людей имеют у себя ипотеку, они основные свои сбережения вложили в новостройку, и вот все время стоит дилемма, хватит или не хватит денег. И в то же время человек пытается решить для себя вопрос, на чем можно сэкономить, как оптимально потратить денежные средства, потому что их количество ограничено, какие материалы купить, так, чтобы они были недорогие, экологичные и так далее. Следом, конечно, идет вопрос по планировке интерьера. Какую мебель нужно подобрать, как ее сочетать с розетками, с выключателями, потому что мы уже понимаем, что вся электрика, она зависит уже от расположения мебели. Хотя нет, не все. Очень многие люди берут новостройку, где уже разведена электрика, и пытаются вот под эту планировку застройщика расставить мебель. Еще пытаются свою мебель как-то приспособить, которая была там на прежней квартире. Хотя, конечно, это все категорически неправильно. Отсюда возникает очень много проблем. Потом очень большой вопрос для новичков – это этапы работ. Люди зачастую не нанимают бригаду под ключ, а набирают мастеров по очереди. Там сначала штукатуров, маляров, плиточников. И каждый говорит свое, и новосел не знает, как правильно спланировать все этапы, в каком порядке ему искать мастеров, в каком порядке ему правильно делать ремонт. Потому что правильная очередность ремонтных работ – это очень важный вопрос. От него зависит, будут у вас переделки или не будет. Следующий вопрос – как правильно ставить задачи и контролировать рабочих? Беда в том, что обычный новосел, если он не строительный, он не разбирается вообще в этой теме, не знает технологии строительства, не знает, что такое штукатурка, шпаклевка, финишная шпаклевка, чем они отличаются и так далее. И представляете, вот новосел, который всего это не знает, необходимо ставить задачи, необходимо контролировать, необходимо следить, чтобы рабочий, который он до этого момента не знал, чтобы он там не злоупотребил его доверие. Здесь очень важно заключить договор, очень важно контролировать качество своевременно, важно контролировать сроки, важен вопрос дисциплины, чтобы люди там не курили в квартире, чтобы не затапливали соседи, чтобы не допускали брак-дефект, скрытые дефекты, которые не всегда видны, чтобы не было воровства. Я тут недавно написал статью на своем канале, и там развернулась такая яростная дискуссия, тема была воровство на стройке. И вот в основном практически 95% людей писали о том, что воровство неизбежно о стройке, и пытались каким-то образом оправдать тех, кто ворует, мол, те, которые там вокруг нас, они воруют еще больше. И обратите внимание, в дискуссии в основном принимали участие именно строители, которые занимаются ремонтами. Поэтому вопрос воровства стоит довольно-таки остро. Но самое главное, конечно, не воровство, а это ошибки. Поверьте мне, из-за ошибок, которые потом рождают последующие переделки, вы теряете гораздо больше. Как говорится, то, что мы склонны объяснять злым умыслом, чаще всего объясняется простой человеческой глупостью. И смотрите, в конце ремонта, или в самый разгар этого ремонта, может выясниться, что денег не хватит, и у человека появляется дилемма. На чем экономить? То ли покупать дешевле материалы? То ли денег не хватает на мебель и заселяться в квартиру пустую, где стоит только кровать? Хорошо, если так еще, да? А потом все это еще усугубляет с тем, что люди, многие молодые, снимают жилье, и они понимают, что за каждый месяц аренды они платят большие деньги. И хочется быстрее уже заселиться в свое жилье и не платить за аренду. И тут встает вопрос, возможно, нужно взять еще кредит, потому что у более чем 80% покупателей жилья висит на шее ипотека. И брать второй кредит – это совсем не комильфо. Итак, какие основные ошибки происходят у новоселов в ходе ремонта? Первая ошибка – из-за того, что неправильно рассчитали деньги на ремонт, потому что не знали полную смету ремонтных работ и расходы на закупку декоративно-отделочных материалов мебели, денег не хватает. И получается, что ремонт вынужден остановиться в самом разгаре или едва-едва дотягиваем до конца ремонта, уже покупая самые дешевые материалы в самом конце, и у нас не хватает денег на мебель. Вторая ошибка – не нарушенная правильная очередность работы. Дело в том, что ремонт – это сложный системный процесс, где очень многие этапы должны четко следовать друг за другом. Если вот эта очередность нарушается, то неизбежно портятся какие-то готовые поверхности, куча других проблем. В общем, возникают переделки. Потом переделки еще возникают из-за того, что вовремя не заказаны материалы. Потому что… Что такое ремонт? Это когда сначала готовится основание под финишную декоративную поверхность, а потом уже монтируется эта, собственно, финишная поверхность. Речь идет об обоих, о ламинате, о покраске и так далее. Так вот, если вы четко заранее не купили, не заказали материал, который будет у вас висеть на стене или который будет лежать под ногами, ваши ремонтники готовят стены или пол своим обычным образом. А потом выясняется, что на самом деле нужно еще более разравнивать стену. Но оказывается, что нужно еще более ровный пол. И это все переделки, это все потери денег и вообще появляются незапланированные ранее затраты. Так вот, вам сразу такой спойлер. Самый главный, может быть, вопрос, который выявляет профессиональный мастер, непрофессиональный. Переживает он за качество своей работы или нет? Настоящий мастер, он должен требовать, прямо вот как бульдог, должен от вас требовать финишные материалы. Потому что под одни обои стены готовятся одним образом, под другие обои совершенно другим образом. Там плитка и ламинат, это совершенно разные материалы и у них совершенно разные требования под основание, под стяжку пола. Представьте самый простой пример. У вас стяжка пола на одном уровне. Вы покупаете керамогранит, который имеет толщину 9 мм, плюс слой плиточного клея 3 мм. И вот эта вот высота должна как-то еще сочетаться с ламинатом. Или с паркетной доской, которая имеет толщину, как правило, от 12 до 25 мм. Как это все сочетать? У вас на полу могут появиться не то что порожки, ступеньки, об которые потом будете всю жизнь спотыкаться. Поэтому изначально, когда мы делаем пол, мы выправляем уровни различных напольных поверхностей. Когда мы выравниваем стены, мы должны заранее знать, что будет на стенах. Для того, чтобы именно под это покрытие выравнить стену. Далее пошли. Следующая проблема – это видимые дефекты, которые возникают, как правило, в самом конце ремонта. Допустим, одним из стеров вам уже выравнили стены. Потом вы начинаете клеить обои или приглашаете обойщиков. И тут выясняется, что на эту стену обои клеить нельзя. Стена требует дополнительного выравнивания. Аналогично можно сказать то же самое про пол. Потому что, если стяжка недостаточно ровная, многие материалы, даже тот же банальный ламинат, он начинает играть, качаться, ходить, швы ломаются. И вы понимаете, что нужно ламинат снимать заново и заново выравнивать стяжку полом. Еще одна важная тема – нужно вовремя заказать кухонный гарнитур. Почему, как вы думаете? Потому что под кухонный гарнитур у нас выводится вода и электричество. С учетом конфигурации кухонного гарнитура вы выводите розетки на фартуке или где-то там за кухонным гарнитуром для того, чтобы подключить холодильник. И тут все размеры должны отмеряться буквально до миллиметров. Плюс, конечно, еще трубы, которые должны идти к вашему смесителю, которые должны питать вашу посудомоечную машину. Это все тоже четкие размеры. Поэтому заказывайте заранее кухонный гарнитур, потому что вода и электрика, они разводятся либо до штукатурки, либо одновременно со штукатуркой стен. То есть, в самом начале ремонта. Еще одна проблема – это несогласованность электрики и расположение мебели. В современных условиях считается, что интерьер должен быть таким, чтобы вам никогда не понадобилось использовать удлинители. И чтобы у вас всегда хватало розеток. Так вот, что получается. Вариант А. Вы приходите на востройку, застройщик уже там вывел по эконом-сценарию своей розетки. Есть у него какая-то типовая планировка, которая, как правило, далека от идеала. И вы потом пытаетесь под эту планировку там расставить свою мебель. Ну, честно говоря, скучно и некомфортно. Либо вы начинаете уже сами планировать электрику, а потом выясняется, что мебель не соответствует расположению розеток, а раскрывание двери не соответствует расположению выключателя. Это очень частая причина, кстати. Получается так, что у нас выключатель расположен не с той стороны, где ручка открывания двери, а с обратной, там, где у нас дверные петли. Вот, поэтому очень важно вначале сделать проект, сделать чертежи, где все вот эти моменты будут четко согласованы. Еще один момент. Еще один важный момент, почему вам нужен проект. Потому что, когда вы сделали проект, когда вы уже четко понимаете, что у вас будет на стенах, что будет у вас под ногами, вы знаете, какие специалисты вам нужны. Нужны ли вам маляры, штукатуры, плиточники и так далее. Вообще-то довольно-таки странно, да, нанимать бригаду, не зная еще конкретно состав предстоящих ремонтно-отделочных работ. Хотя многие именно так и делают. Следующая ошибка, это когда вы выбираете не тех исполнителей. По моим наблюдениям, а я работал с более чем сотней мастеров, 95% мастеров вообще лучше не подпускать к ремонту. Они достойны только того, чтобы там красить подъезды или работать с общественными помещениями, где нет таких высоких требований по качеству. И что получается? Время бежит, оплата идет, работа ползет. Или еще хуже, аванс висит, работа стоит, а рабочий лежит, охлаждается. И вы ничего не можете с этим сделать. Потому что если вы расстанетесь с этим рабочим, вы вряд ли вернете свой аванс. И так вот это Санта-Барбара, вот этот сериал уже продолжается до бесконечности. Бригады это вообще тема. Здесь очень важен контроль. Невозможно нанять людей и полностью им довериться. Потому что какие задачи у бригады, у мастеров? Их задача сделать быстро, самым простым образом, забрать деньги и уйти на другой объект. Какая задача у новоселов? Сделать так, чтобы это было красиво, качественно и надежно. Вот как видим, что задачи немножко у заказчика и исполнителя не совпадают. Поэтому очень важно контролировать рабочих. Контролировать, чтобы они не воровали. Контролировать, чтобы они все делали качественно и вовремя. Вот я уже говорю о том, что главные потери у нас при этом не от вороста, не от того, что вдруг там ушел налево какой-то один-два мешка смеси. А от того, что люди работают спустя рукава. И потом вдруг выясняется, что ту работу, которую они делали на протяжении нескольких недель, нужно переделывать. А у вас уже потрачены расходные материалы, вы уже потеряли время, вы уже, возможно, заплатили этим мастерам, а их уже и след простыл. И тут очень важно понимать психологию рабочих. Вы знаете, как обычно происходит? Большинство новоселов хотят, конечно, сделать максимально дешево, хотят сэкономить. И при этом они априори думают, что рабочий должен сделать качественно. Ну, а рабочие мастера, естественно, они не скажут вам открытым текстом. Если вы мне платите немного, я вам сделаю плохо. Они делают именно на ту сумму, которую вы им хотите заплатить. Вот, поэтому очень важно, если мастер сам не задает вопрос, вы начинаете диалог с того, что для вас важно, какой у вас приоритет. Либо идеальное качество, либо подешевле. А вот подешевле и качественно так не бывает, поверьте мне. Дальше. Даже если вы нашли мастеров по рекомендации, это не факт, что они подходят именно вам. Ну, тут много причин. Во-первых, вряд ли ваши вкусы совпадают со вкусами ваших знакомых. Как говорится, кому и кобыла невеста, вы уверены в том, что то, что вот вашему коллеге подошло по стилю, по содержанию работы, подойдет также и вам. Допустим, вы делаете там в каком-то утонченном стиле, а ваш коллега, он заказал ремонт в стиле лофт. Там все очень брутально, грубо, непритязательно. И ему, в общем, понравился результат. И вот этот мастер приходит к вам и в вашем изящем стиле пытается сделать так же все брутально. Я думаю, что результат вас не устроит. Поэтому даже если вам рекомендовали мастера, не поленитесь, это прямо must have. Обязательно пойдите и посмотрите, что он сделал своими глазами. Не слушайте рекомендаций, тем более не смотрите на его фотографии на экране смартфона. Вы это никогда не разведите. Надо прийти, вот взять и рукой провести по стене, да, посмотреть. Посмотреть примыкание, посмотреть углы, посмотреть там примыкание стен с потолком, посмотреть, что на полу. Это вы сможете увидеть только своими глазами. Поэтому никакие рекомендации, никакие фотографии здесь не работают. Люди очень часто бывают разочарованы, когда приглашают рабочих по рекомендации. У вас никакой гарантии нет, что человек по рекомендации сделает то, что вам нравится. И здесь я пару слов скажу о том, какие бывают ловушки с людьми. Часто попадаются посредники, которые не имеют даже своей бригады. То есть они занимаются тем, что размещают рекламу, заключают договор или договоренность. И потом после этого идут искать уже мастеров. Находят их сами там на досках бесплатных объявлений. И это легко обнаружить. Вы должны убедиться, что ваш бригадир четко знает рабочих своих по именам. Вы поймете, давно он с ними работает или недавно с ними. Если он работает с ними недавно, это уже очень тревожный признак. Есть еще такие мастера, как авансисты. Они в первую очередь просят аванс. Чем больше, тем лучше. И после этого работа встает. Ну, либо это люди просто мошенники. Либо это люди, которые стремятся набрать себе побольше объектов, пока есть такая возможность. И работают они в первую очередь только там, где их пинают. То есть, вы должны быть готовы к тому, чтобы, если вы дали человеку аванс, вы должны постоянно его пинать, подгонять, подгонять, подгонять. Потому что он будет работать только под давлением. Деньги он уже получил. Он их уже потратил. И дальше у него желание работать сразу пропадает. Есть еще мастера-универсалы. Люди, которые говорят, что они одинаково хорошо делают и штукатурку, и плитку. Вот за все время работы, сколько я видел мастеров, я нашел только одного. Одного человека, который одинаково хорошо делает и штукатурку, и плитку, и клеит обои. То есть, это практически статистическая погрешность. Таких людей меньше, чем нобелевских лауреатов. Ну, это очевидно, потому что для того, чтобы зарабатывать на штукатурке, человек должен обладать вот одним набором качества. То есть, он должен быстро все штукатурить, протягивать, шпаклевать. Но для того, чтобы работать качественно на плитке, человек должен быть совершенно другим. То есть, он должен быть таким педантом. Он должен качественно, аккуратно укладывать плитку. И здесь излишняя скорость ему только повредит. Вот эта спешка, она ему ни к чему. Поэтому плиточник, он никогда не может нормально заработать на штукатурке. А штукатур не может никогда ровно, красиво выложить плитку. У него просто терпения не хватает. И я со многими мастерами с вами общался, и они это подтверждают. Но это вот, если вы работаете в офисе, наверное, поймете такое сравнение. Все равно, что бухгалтеры заставить работать продавцом. Или наоборот, менеджер по продажам заставить работать бухгалтером. Ничего не получится. И есть еще такой важный момент, как инженерные сети. Большинство универсалов будет вас уверять, что они вам и трубы протянут, полипропиленовые, и электрику протянут. Здесь ни в коем случае, пожалуйста, не соглашайтесь. Потому что здесь ошибка грозит вам серьезными проблемами. Либо вы затопите соседей, там может быть не один этаж, а несколько этажей вниз. Если будет неправильное соединение труб. Либо вы можете получить, не дай бог, поражение электрическим током, и может возникнуть пожар. Если допущена ошибка уже в проводке электрики. Здесь нужно брать только узких специалистов. То же самое хочу сказать про двери. Качественно установить межкомнатные или входные двери могут только настоящие профессионалы, которые занимаются только дверями. Не просите устанавливать двери универсалов. Ну, разве что в коровнике. Итак, давайте резюмируем. Из-за того, что у новоселов недостаток знаний по специфике ремонтно-отделочных работ. Они, во-первых, недооценивают важность технического проекта. И переоценивают значимость ремонтников. То есть, склонны полностью доверяться ремонтникам во всех вопросах и потом об этом горько жалеют. Теперь мы поговорим, как нужно делать правильно для того, чтобы избежать всех этих ошибок, нервотрепки, потерь времени и денег. Итак, поехали. Семь шагов. Семь простых шагов к ремонту, к идеальному ремонту, к дому своей мечты. Первый шаг – это найти идею или разработать дизайн интерьера. То есть, вы можете заказать дизайн-проект дизайнеру, либо найти себе подходящий вариант в сети интернет. Второй – это сделать технический проект на основе выбранного дизайна. С учетом требований перепланировки и требований экономии. Третий шаг – поэтапный, конкретный план график работ и составление сметы работ. Когда мы уже знаем все наши рабочие операции, у нас, естественно, появляется смета, и мы можем легко просчитать, сколько денег потребуется нам на ремонтно-отделочные работы, на материалы, сколько денег останется на декоративно-отделочные материалы и на мебель. Мы можем составить бюджет нашего предстоящего ремонта и четко понимать, сколько нам нужно денег. И мы после этого увидим, где мы можем сэкономить. Нужно ли экономить или нет. Четвертый шаг – найти мастеров на основе состава предстоящих ремонтно-отделочных работ и заключить обязательно с ними договор. Пятый – заказать декоративно-отделочные материалы и кухонный гарнитур. Для чего это нужно, я об этом уже чуть раньше говорил. Шестой шаг – поставить задачи мастерам, то есть дать им в руки технический проект, убедиться, что они все это поняли, и дать им в руки план, график работ и контролировать по срокам ход его выполнения. А теперь подробнее. Как новоселу можно сберечь нервы, время и деньги в ходе ремонта своей квартиры? Во-первых, очень важна смета. Она позволит вам точно спрогнозировать бюджет предстоящего ремонта. Она защитит вас от излишнего раздувания бюджета, потому что некоторые ремонтники, пользуясь незнанием новоселов, могут вписывать в перечень работ несуществующие, ненужные какие-то операции, брать за это деньги. И вы это никогда не узнаете. И еще один момент – это юридическая защита. Смета, она идет как приложение к договору, которое нужно обязательно подписывать, и таким образом она защищает вас от увеличения расходов в ходе ремонтных работ. Следующий важный пункт – это план график работ. То есть это четкий план по этапам работ, где расписаны все конкретные операции, конкретные задачи. И он позволяет вам, во-первых, четко определить сроки выполнения работ, и четко ставить задачи и контролировать рабочих. Если ваши этапы работ расположены в правильном порядке, это защищает вас от переделок из-за того, что перепутаны этапы работ. Я хочу заметить, что в основном все-таки мастера, они имеют какой-то профиль. То есть кто-то специализируется на штукатурке, на малярке, на плитке, и только опытнейший прораб сможет охватить целиком весь ваш фронт работ от и до, и оставить все в четкой последовательности. Поэтому здесь доверять рабочим будет, наверное, очень оптимистично. Если у вас на руках есть четкий план график работ, это защитит вас от переделок, это сокращает сроки ремонта, потому что есть у вас уже четкий перечень, и вы контролируете, чтобы каждая операция шла в рамках своего временного интервала. Если этот интервал начинает увеличиваться, рабочие знают, что за это они будут оштрафованы. Поэтому они всегда стремятся к тому, чтобы все задачи, все задания выполнять вовремя. Таким образом, ремонт любой квартиры до 100 квадратных метров можно сделать за три месяца, если четко идти по плану работы. И, конечно, план график работ позволяет вам найти именно тех мастеров, которые вам нужны, исходя из содержания этих работ. Следующий важный момент – это вам нужно иметь технический проект ремонта. То есть это список чертежей, из которых все мастера и штукатуры, и маляры, и электрики, и сантехники будут четко понимать, где что у вас расположено, и все вот эти вот компоненты вашей системы будут сведены воедино, они не будут противоречить друг другу. Если вы дадите чертежи вашим мастерам, тогда у вас будет гарантия того, что они все четко поняли, и никаких ошибок, переделок не будет, потому что они что-то перепутали. Еще одна возможность улучшить качество своего жилья – это грамотная планировка. Планировка, которую нужно делать заранее. То есть планировка заключается в том, что мы при желании можем переставить стены, но самое главное – это расставить правильную мебель и к этой мебели подвести уже все розетки, выключатели и точки освещения. Если вы будете делать перепланировку, это вам позволит увеличить жилую полезную площадь жилья за счет каких-то бестолковых коридоров и других ненужных вам помещений. Таким образом, вы сможете мало того, что увеличить комфортность своего жилья, вы еще увеличите его рыночную стоимость. Вы сможете сэкономить даже на ремонте за счет того, что уберете лишние перегородки. Вы знаете, что в основном ремонтный бюджет тратится на то, чтобы работать со стенами. Чем меньше у вас стен, тем дешевле ремонт. Поэтому, если перед вами стоит задача сэкономить, вы можете убрать лишние межкомнатные перегородки и существенно сэкономить свои денежные средства. И, конечно, грамотная, правильная перепланировка позволяет легко ее узаконить. Но идеальный случай – это когда вы заказываете профессиональным дизайнерам полностью дизайн-проект, который включает не только технический проект, но еще и визуализацию. Тогда вы уже четко знаете, то, что вы видите на экране, будет воплощено в вашем интерьере. А если дизайнеры грамотные, если они умеют вас слушать, они смогут сделать дизайн-проект с учетом вашего бюджета и могут даже сократить ваши расходы на ремонт до 50%. Таким образом, вы вернете в ходе ремонтных работ стоимость своего дизайн-проекта. Я вам предлагаю помощь в прохождении этих семи шагов. Причем, сопровождение буквально на каждом этапе. Посмотрите на слайд. Вы можете заказать у нас план-график ремонта со сметой. И стоит это всего 2500 рублей, если площадь вашей квартиры до 100 квадратных метров. Кроме того, вы получите в подарок шаблон договора со строителями. Второй подарок – это учебный курс для новоселов, бригада, где рассказывается, как подбирать мастеров, где их искать, какие вопросы им нужно задавать и на что смотреть, для того, чтобы отобрать самых хороших, профессиональных и надежных исполнителей. И также вы в подарок получаете учебный курс для новоселов, правильные замеры, перепланировка и узаконение. Стоимость этих подарков составляет 1900 рублей. Таким образом, вам этот базовый пакет, то есть план-график ремонта по этапам работ, обходится в смешную сумму 600 рублей. Второй пакет, который вы можете заказать, это пакет планировочный. Для квартиры площадью менее 100 квадратных метров стоимость этого пакета 4950 рублей. То есть каждое планировочное решение стоит 990 рублей. Включая этот комплект чертежей, это обмерочный план, это 5 вариантов расстановки мебели. Кроме того, вы получаете в подарок учебный курс «Этапы ремонта. Правильная последовательность всех ремонтных работ». Пройдя этот курс, вы при желании сможете самостоятельно составить четкий план-график всех этапов ваших ремонтных работ. И третий пакет, который я вам предлагаю, это пакет технический проект ремонта. Он включает в себя пакет планировочный и более того, полный комплект чертежей. То есть, заказав подобный технический проект, вы можете выдохнуть и быть уверенным на 100%, что рабочая бригада, которая у вас работает, четко понимает задачу. Вы вручаете им чертежи под подпись, убеждаетесь, что они все поняли, и дальше уже исключена вероятность того, что они что-то перепутают. Конечно, проект этот сложный, потому что там нужно воедино увязывать и планировку, и чертить электрику, чертежи пола, чертежи потолка, освещение. И, соответственно, здесь очень сильно все зависит от площади помещения. Поэтому стоимость такого рода услуг 300 рублей за квадратный метр. Например, если у вас стандартная какая-то трешка площадью 75 квадратных метров, стоимость такого пакета будет 22 500 рублей. Если вы заказываете пакет технический проект ремонта, вы получаете классный подарок. Это полный учебный курс для новоселов «Мой ремонт», который включает в себя видеоуроки и чек-листы для того, чтобы контролировать ремонт на всех этапах от чернового до чистового, под ключ. Он позволяет тратить на контроль ремонтных работ всего 15 минут в неделю, используя наши специальные чек-листы. Поэтому я вам рекомендую заказать пакет базовый за 2500 рублей и заказать пакет технический проект ремонта. Стоимость его будет зависеть от вашей площади. Таким образом, вы получаете полный комплект документации, вы получаете детальный план своего предстоящего ремонта. Вам остается лишь самостоятельно брать чек-листы в руки и контролировать уже ход ремонтных работ согласно вашему плану. Элементарно. Все, что можно сделать на расстоянии, мы делаем за вас. Ваша задача простая. Нужно следовать инструкции и контролировать согласно чек-листам ход ведения ремонтно-отделочных работ. Но если вы человек осторожный, вы не готовы рискнуть даже суммой 2500, хотите сначала приглядеться, вы можете заказать такой промо-пакет. Он включает в себя учебный курс для новоселов, как отобрать бригаду и организовать ее работу. И он включает в себя два базовых чек-листа по основным работам. Работа со стенами, выравнивание стен и чек-лист для того, чтобы проконтролировать качество работы вашего плиточника. Стоимость этого комплекта 1550 рублей, но вам он достанется за промо-цену. Символическая цена 450 рублей, для того, чтобы вы, посмотрев эти материалы, убедились в том, что мы профессионалы, и потом уже перешли обратно к этим пакетам. Пакет базовый или технический проект ремонта. А теперь обещанный бонус. Сейчас вы узнаете, как сэкономить расходы на ремонт до 50%. И это все по-честному. Ну, во-первых, нужно выбрать экономный стиль интерьера. Самый экономный стиль – это лофт. Он характеризуется не строгой геометрией, голыми стенами, проводкой, которая идет поверху, то есть ее не надо заштрабливать, скрывать в стенах. Можно использовать другой экономный стиль интерьера. Это скандинавский. Вам нужно просто скопировать дизайн интерьера, который вы увидите в салонах Икеи и приобрести у них мебель и предметы интерьера. Третий экономный стиль – это стиль фьюжн или эклектика. По сути, это смешение нескольких стилей. Важно, чтобы вы их правильно сочетали, единую гармоничную картину. Вы можете использовать здесь мебель со своей старой квартиры. Можете здесь покупать то, что попроще, то, что подешевле. Главное – все это составить единую гармоничную картину. Следующий момент, который я вам советую, если вы хотите сэкономить, это квартира-студия либо что-то похожее. Вам нужно стести все лишние перегородки, потому что 80% ремонта – это работа со стенами. Если у вас вообще не будет перегородок, вы сэкономите чуть ли не половину бюджета. Следующий лайфхак – если вы будете делать перепланировку, возводите себе межкомнатные перегородки из паза гребневых плит. Они очень легко собираются, с ними сложно накосячить, их сложно установить под углом, и они при этом гладкие. Поэтому штукатурить такую стену не придется, достаточно только отшпаклевать. А штукатурка – это довольно большая статья затрат в ходе ремонта. Следующий важный момент – вы должны учитывать, что стоимость ремонта складывается не только из стоимости декоративных покрытий и стоимости их монтажа. Гораздо больше времени, соответственно, и денег уходит на подготовку основания. И вот вам пример. Если у вас будут толстые обои, вы их можете приклеить на грубую стартовую шпаклевку. Но если вдруг окажется, что у вас тонкие обои, тем более светлые или глянцевые, тогда под них стены нужно выравнивать так же тщательно, как под покраску. Иначе под косыми лучами света буквально все мельчайшие неровности стены, даже миллиметровые какие-то камушки выступы, будут видны. Это будет очень некрасиво. А вот стоимость финишного выглаживания, финишной шпаклевки стены довольно высока. Поэтому простым выбором толстых обоев вы можете сэкономить себе десятки тысяч рублей. Но тут важно, чтобы вы приобретали обои без геометрического рисунка, потому что в основном обои имеют какие-то орнаменты, цветочки, узоры, которые расположены симметрично. И вот если вы не будете выравнивать стены, то у вас какая-то одна из завалившихся стен даст завалившийся угол. И в этом месте, вместе с тыкой обоев в этом углу, геометрический рисунок сразу же выдаст эту заваленную стену. Другое дело, если у вас обои однотонные, там вот эта вот заваленная стена в углу уже не так будет бросаться в глаза. Другой способ покрыть стены, которые вы не выравнивали, это использовать толстую фактурную декоративную штукатурку. Если вы приобретете ее, к примеру, в Leroy Merlin, вы сможете даже сэкономить на работе, потому что она рассчитана на любителей, вы можете сами нанести ее на стену. Достаточно докупить только фактурные валики и кельмы. Вы можете также сэкономить на выравнивании стены и на декоративном покрытии стен, если большие площади отведете под зеркальную поверхность. Для того, чтобы приклеить зеркало, нужна лишь ровная отштукатуренная стена. При этом само зеркало сравнительно недорогое. Стоимость его монтажа также невысокая. За счет зеркала вы также увеличите свое пространство. Поэтому это тоже интересный способ оформления стен. Следующий лайфхак. Если у вас межкомнатные перегородки из облицовочного кирпича, вы можете аккуратно зачистить швы этого кирпича и сделать такую акцентную стену. Можете даже покрасить ее в любой цвет или в несколько цветов. Будет очень стильно, современно, дерзко, молодо, задорно. Если говорить про потолок, то потолок, конечно, натяжной. Я вам рекомендую матовый, который имитирует штукатуренный потолок. Потому что для отца потолки уже давно не в моде. Покрытие на пол. Я вам рекомендую взять стандартный недорогой ламинат толщиной 8 миллиметров на подложке из экструдированного пенополистирола. А в мокрых зонах я рекомендую вам использовать кварцвиниловую плитку. Потому что, во-первых, этот материал очень легкий, практичный в использовании. Вы не тратите деньги на плиточный клей. Работа сама по себе тоже недорогая. Для того, чтобы приклеить кварцвиниловую плитку в мокрых зонах, в туалете, в ванной комнате. Вам не потребуется много денег. И еще сам по себе этот материал практичный. Он теплее, чем керамика. Он не такой скользкий. И он безопасен для детишек и для пожилых людей, которые могут подскользнуться на мокрые плитки. При оформлении ванной комнаты также вам рекомендую использовать зеркальные стены, которые, мало того, что зрительно расширяют пространство, они еще и вам здорово экономят. Потому что зеркало будет гораздо дешевле, чем плитка. И смонтировать его на стену несколько раз дешевле, чем приклеить плитку. Еще один прием для экономии заказывать кухню в Икеа. Функционально она удовлетворит вкусы любой средней семьи, но при этом я вам рекомендую закупать столешницу и раковину в Леруа Мерлен, они там дешевле, чем в Икее. Когда наступит этап декорирования, текстиля, вы можете сэкономить даже на шторах. Самый экономный вариант это римские шторы без портьер. Я вам сейчас рассказал основные приемы, которые мы используем для того, чтобы сэкономить бюджет наших клиентов, когда разрабатываем дизайн проект. Я вам предлагаю обратиться в нашу компанию для того, чтобы заказать полный дизайн проект. Он будет включать в себя как технические все выкладки, технический проект, так и полную визуализацию. То есть вы получите на картинке то же самое, что у вас будет через некоторое время в жизни. Доверьтесь профессионалам. Мы сможем учесть все ваши пожелания по визуальной части вашего интерьера. При необходимости мы учтем ваши пожелания по экономии денежных средств и таким образом стоимость сэкономленных средств в ходе ремонта превысит стоимость самого дизайн проекта. Согласитесь, выгодная сделка. Всем новоселам, которые заказывают у меня дизайн проект, я дарю свой авторский курс «Мой ремонт», который позволяет вам контролировать ход ремонтных работ, уделяя этому всего лишь 15 минут в неделю. Если вас заинтересовало наше предложение, обращайтесь от контакты, можете написать на WhatsApp, можете посмотреть наш профиль в социальных сетях. До скорых встреч желаю вам легкого, приятного ремонта и результата, который совпадает с вашими ожиданиями. Ремонт это просто, если вы обращаетесь к нам. Всего доброго, удачи!